Книга открытым оком. Тема священства. Том 30. Вопрос 4120. Почему такой дефицит священств? Ведь уже столько лет свобода в стране. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Дефицит в настоящих верующих. А уж потом нужно говорить о пастырях. Без рождения свыше так и не будут мертвецы в рясах мстительные, злобные, лживые. Но когда душа воскресает из мертвых после встречи со Христом, тогда все меняется. Нет истинного благовестия. От проповеди нет обращающихся. Нет и истины пастырей. А каких нарукополагали, вопреки канонов церковных, они потом уходят или в сектанты, или в мир. Кавычки открываются. И здесь мы подходим к главному. Серьезные отклонения, прослеживающиеся в устроении церковной жизни и утрата православной духовной традиции, являются следствием реализации целенаправленной программы по деформации сознания русского человека. И самое страшное, что программу эту воплощают в жизнь в подавляющем большинстве православные священники и епископы, об этом даже не подозревающие, и в основе своей добросовестные, но рукоположенные с каноническими нарушениями. Обойти эту тему нельзя из-за того, что в свете обсуждаемых нами проблем, она является одной из ключевых, так как порочная практика рукоположения священства, вопреки каноническим правилам, разрушает русскую православную церковь и является одним из главных препятствий возрождения русского народа. И если ее не прекратить, эти процессы могут перейти в необратимые. Этот важнейший для церкви деликатный и требующий мудрого решения вопрос требует тщательного изучения. Значение его перерастает в рамки частного отступления от канонических правил, что практикуется сейчас повсеместно. Ведь священник формирует духовный климат прихода. Каков поп, таков и приход. Народной мудрости не возразишь. Из настроений же в отдельных коллективах складывается духовная атмосфера всего общества. То есть мы, русские, будем такие, какие есть наши попы. Или школьные учителя, а среди них и тех, и других, как уже было отмечено, евреев половина. Выходит, будем еврейскими. Вообще, возведенное в систему отступления от канонов и обхождения законов – это проявление типично еврейского духа. Духа Талмуда, который самого Бога подчинил евреям. Наш истинно русский дух, наоборот, отличает приверженность к правилам, неукоснительная, иногда даже доходящая до фанатизма им следования. Русские люди, приверженцы древнего благочестия в трагическом для России 17 веке, сжигали себя, не принимая отступления даже от не имеющих канонической силы традиций. И именно влиянием еврейского духа можно объяснить существующую ныне в нашей церкви практику. Найти объяснение любому нарушению канона. Подобное «духовное развитие» следующим этапом предполагает начать и догматы объяснять по-своему, то есть по-ихнему. Имея целью оградить церковь от чуждого духовного воздействия, святыми отцами были выработаны каноны, регламентирующие ее жизнь. Руководимые Духом Святым они предусмотрели все имеющие быть в будущем ситуации. И тщательное соблюдение этих правил позволяет сохранить чистоту православия в любых условиях и при любых обстоятельствах. В числе этих канонов и те, которые предусматривают условия и требования, позволяющие избирать для священнического служения самых достойных членов общества и препятствующих проникновению в клир, соответственно, людей недостойных. Согласно им, у престола Божия должен предстоять непорочный аргнец, сохранивший себя в чистоте, без физических изъянов и высокой нравственности человека, а потому как ему необходимо еще и управлять своей паствой, имеющей вдобавок определенный духовный и жизненный опыт и возраст. Причем избирает пастыря сама паства, что естественно. Во времена канонического устроения церкви православная община из своей среды избирала самого достойного. Никаких своих интересов непреследующего человека и часто самого того нежелающего приводила к епископу, который после надлежащей проверки его и рукополагал. По своему усмотрению за канонические нарушения и личные грехи община могла его и изгнать. В синодальный период русской православной церкви иерейское служение превратилось из призвания в профессию, и этим ей был нанесен страшный удар. Священство стало закрытой кастой жрецов и не избиралось народом, а воспитывалось в учрежденных и контролируемых массонерии семинариях, следствием чего уже тогда наблюдалось его духовное и нравственное разложение. И картины вроде всем известного «Чаепытия в мытищах» были не только плодом больного воображения разных передвижников, но и писались с натуры. Мало кто сейчас задумывается о том, что революция 1917-го есть следствие духовного упадка русского народа, произошедшего в свою очередь от духовной деградации ее пастырей. Как людям свойственно, мы из одной крайности бросаемся в другую, и после горького лечения коммунизмом древолюционную Россию в своем представлении рисуем только в пасторальных тонах. Благочестивый народ трудится под подкровительством и защитой такого же благочестивого монарха. Вместе с благоговейными иереями и монахами молился в церквах и монастырях, но пришли евреи с китайскими и латышскими стрелками и эту идиллию разрушили. Но ведь несколько десятков тысяч предводительствуемых евреями, латышей, китайцев, германских и австрийских военнопленных ничего бы не способны были сделать с многомиллионным русским народом, если бы не подорван был его православный дух и он не был бы готов к революции, разбою и разврату. Ведь это же бывшие русские люди сбивали кресты с церквей, их взрывали, устраивали в них клубы и на кладбищах парки культурмультуры с танцплощадками на христианских могилах. И не надо забывать, что среди пламенных революционеров следующими по численности после евреев шли питомцы духовных училищ и семинарий. Если смотреть правде в глаза, то надо признать, что в числе тысяч замученных большевиками священников было достаточно тех, кто задыхался в душной атмосфере деспотического режима и приближал революцию, а в феврале расхаживал с красными бантами на груди, писал поздравительные реляции временному правительству и служил за него молебны. Многие из них с радостным возбуждением встретили дух перемен, а когда этот сатанинский дух ощерил свой звериный оскал, не смогли достойно ему противостоять. Революция, кроме всех страшных бед, которые она принесла, была еще бичом в руках Божьих, который разметал масонское гнездо, свитое в нашей церкви. «Господь и зло, сотворенное людьми, обращает в добро, ведя их неисповедимыми своими путями» Бытие 50.20 В советский период начали обходить уже и сами канонические правила, касающиеся требований, предъявляемых кандидату на священнический сан. Сначала в исключительных случаях под предлогом того, что немногие решали священниками становиться. А в годы перестройки, когда начали креститься полными составами, от водителей до первых секретарей, райкомы и обкомы, священников стали рукополагать в авральном порядке, уже без соблюдения каких бы то ни было канонических норм. В каком-то угаре, иначе и не назовешь, рукополагали 18-летних детей, многоженцев, бывших комсомольских активистов, буддистов и прочих аферистов. Чьи-либо робкие попытки предостеречь от такой неразборчивости пресекались в корне. Как же, ведь идет второе крещение Руси. Но ведь каноны в своих многочисленных примечаниях и дополнениях, учитывающие самые разнообразные экстренные случаи, нигде не говорят, что в случае оскудения священства их можно рукополагать из числа безусых юношей, блудников и активистов богоборческих организаций. А если не успевали бы канонические священники крестить, могли бы это делать за них и миряне, что позволяется в исключительных случаях. Миропомазаться новокрещенные для полного соблюдения чина могли и позже у какого-нибудь канонического священника. Таким образом, и Русь окрестили бы, и каноны соблюли. Следующее возражение наших оппонентов. Ну а кто же будет исповедовать, паству наставлять? На него ответим, что это только в марксистско-ленинской философии количество переходит в качество. Никакие причины не могут быть основанием рукополагать во священство, не готовых к этому служению людей. Тем более, его недостойных. Мы сейчас как раз и обсуждаем то, как нам выбраться из тупика, в который нас завели эти самые слепые вожди слепых. Евангелие от Матфея 15.14 Нельзя бывшему комсомольскому деятелю доверять людские души. Ему очищением собственной до конца жизни заниматься надо. Равно как и невозможно, окончив философский факультет по кафедре атеизма, покреститься и стать богословом, потому что богословие – это не наука, а мистический опыт. В России даже многие священники не знают, что не всем из них, даже канонически рукоположенным, дозволяется исповедовать паству. На это имеют право только самые духовно опытные из них, над которыми совершается и особый чин – хиротесия. Врач, лечащий наше временное тело, должен иметь диплом, дающий ему на это право. Сколь же бесценная, бессмертная человеческая душа, а мы ее доверяем, не имеющему права входить в нее человеку. Не надо еще и забывать, что Господь дает нам все по потребностям. Духовному состоянию нашего народа соответствовало и число истинных пастырей. И то, что на данный момент это состояние ненамного улучшилось, как раз говорит о том, что за все наше смутное время таковых намного и не прибавилось. В настоящее время, несмотря на то, что священников вроде бы достаточно, эта разрушающая церковь практика уже стала нормой, и священником в наше время может стать практически любой желающий. В духовном плане это целая катастрофа. Врагу сейчас нет необходимости прибегать к каким-то экстраординарным действиям. Ему достаточно спокойно дожидаться развития ситуации. Оторванные от православных корней священники-неофиты, не имеющие ни аскетического опыта, ни настоящих духовных наставников, потерявшие преемственность духовной традиции, устраивают церковную жизнь такой, какой себе ее представляют. То есть разрушают церковь. Кроме того, такое положение открывает доступ к людским душам и всяким проходимцам и даже сознательным врагам. На их пути сейчас практически нет никаких преград. В наше время и при существующей системе отбора кандидатов ничто не помешает сознательному талмудисту, буддисту, сатанисту, эксгибиционисту и так далее выучиться на епископа и стать им. Потому что, хоть сейчас епископа и не назначает печальной памяти совет по делам религии, все равно избирается он узким кругом, пусть и имеющих аркипастерские саны лиц, без какого-либо участия, вверяемой под его жезл пасту. Если таковым властолюбцам не препятствуют мудро составленные святыми и отцами каноны, то нам, немощным и потерявшим рассудительность детям нынешнего века, в этом с ними бороться не под силу. Так как мир сей до времени отдан под власть дьяволу и он наделил своих адептов такими демоническими способностями, то помешать им захватить бразды правления в церкви мы без помощи Божией не в состоянии. А каноны святых отцов и есть Божья помощь, о которой постоянно твердать ждущие ее невесть откуда, умиленно закатив глаза и сложив на животике пухлые ручки многие наши батюшки. И получается, что не каждый желающий может стать космонавтом. Летчиком, шофером, водителем трамвая, наконец. Для этого нужно, помимо знания теории, обладать какими-то определенными физическими качествами, позволяющими управлять механизмом. И пройти медкомиссию для того. А вот водителем душ человеческих может стать любой, этого сильно захотевший, вне зависимости от качества его личной души. Более того, успеха скорее добьются как раз карьеристы, определенный склад людей, одержимых целым комплексом человеческих страстей, позволяющих им любыми средствами добиваться поставленной цели. И наоборот, истинные рабы Божии, смиренные и скромные, при сложившейся системе отбора в иерархию, попадают только промыслом Божьим, свою церковь сохраняющим. И несмотря на то, что в последнее время подпринимаются попытки в этом навести какой-то порядок, привычка обходить каноны настолько укоренилась, что искоренить ее усилиями отдельных архиереев не получится. Нужны кардинальные меры. И это должна решать церковь всей своей полнотой. «Представляю реакцию прочитавших, но пусть тогда каждый сам себя спросит, хоть в малой степени похожи ли мы на первых христиан? У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее». Деяние 4.32 «Соответствуем ли мы завету Христа? «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Иван Глятана 13.35 «Не надо себя обманывать, ведь речь идет о спасении. Не нам ли Господь сказал, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное?» Матфея 5.20 «Не волновать эта проблема может только человека, не понимающего, ради чего он пришел в церковь и вообще ради чего живет на земле. Сейчас часто в основном от архиереев и священства можно услышать мнение, что умалчивать некоторые проблемы и закрывать глаза на многие неприятные факты в церкви приходится для того, чтобы не ввести в соблазн церковный народ, потому что это, в свою очередь, может привести к расколу. И патетические восклицания о его недопустимости раздаются сразу же, как только речь заходит о какой-нибудь острой церковной проблеме. Недопустимость раскола превратилась в некий фетиш, даже заклинательную формулу, существующую отдельно от обозначаемого явления. И формула эта в настоящее время имеет универсальное применение. Ею заклиняется малейшая попытка разрешить любую внутрицерковную конфликтную ситуацию. В основном же она применяется для оправдания неканонических действий и личных грехов иерархии Эклира. И что теперь? Будем бояться, что какой-то садомит уйдет в раскол, пусть уходит и еще себе подобное за собой уводит. Согласно канонам, священником может стать муж одной жены, то есть не имевший до брака никакой другой. Или в случае, если он монах, девственник, достигший 30-летнего возраста. Только этого хватит, чтобы под запрет отправить большую часть нашего Клира. А ведь существует еще множество других ограничений. Монах Афанасий. Иезекииля 34, 18-11 «Живу я, говорит Господь Бог, за то, что овцы мои оставлены были на расхищение, и без пастыря соделались овцы моей пищей и всякого зверя полевого, и пастыри мои не искали овец моих, и пасли пастыри самих себя, а овец моих не пасли, зато пастыри выслушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог, «Вот я на пастырей, и взыщу овец моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец моих из челюстей их, и не будут они пищей их». Ибо так говорит Господь Бог, «Вот я сам отыщу овец моих и осмотрю их». Что нам напоминают купола церквей? Да, внешне все красиво, все прекрасно, а внутрь загляни, там пусто, нет детей, бесплодия с позорищем ужасным. На купол деньги сборщикам не дал, мне объяснили, чтобы было видно, чтобы заходили люди, золото, металл их привлекал, не дал. И мне не стыдно. На купол золотой я ни рубля не дал, но как же людям о Христе напомнить? Визитки на занятия по Библии раздал, и разошлись без траки, но с поклоном. Хотел я Слово Божье изучать, пришел в кружок патриархийный Слово. Меня прогнали, начали рычать раскольники, сектанты, и я ушел оплеван. Он учит, что нельзя, мол, воевать, Отечество и Родину не любит. Я указал Христовы им слова, врага поить, кормить и приколубить. Пупков Сергей, 15 августа 2007 года. Продолжение следует... Продолжение следует...